Историки считают, что кладбище караимов в Севастополе – одно из редких некрополей караимов в мире, которое чудом сохранилось в городской черте и у которого сегодня, благодаря технологиям, есть возможность остаться в истории. Каждая из этих надгробий досконально до последней буквы на эпитафиях знает Евгений Бакал. 20 лет он занимается общественной деятельностью по сохранению культуры своих предков – крымских караимов, потомков древних хазар и одного из самых малочисленных народов на Земле. По данным последней переписи 2014 года, в Крыму их проживает всего 535 человек, а на планете всего 2000. И караимы всего мира сейчас с восхищением следят за начинаниями севастопольцев по оцифровке древних книг и памятников. Более того, у них возникла идея создать единый информационный центр, который объединил бы материалы всех караимских обществ мира. В Крыму, в Москве, в Санкт-Петербурге, а также диаспор в Украине, Литве, Польше, США и Австралии. Мы получили мнение караимских обществ и по одной, по второй работе. Получили отзывы от специалистов, от музеев, от историков, от архивистов и от караимских обществ. И нашли у них у всех поддержку. У одних, что эта работа серьезная и требует своего развития, это специалисты говорят, а представители нашего народа говорят, давайте вместе это делать. Севастопольское караимское общество «Фидан» в 2017 году участвовало в конкурсе правительства Севастополя и получило субсидию на реализацию проекта «Оцифровка памятников караимского кладбища» и «Расшифровка надгробных надписей». Сейчас уже обработано более 100 памятников. Создано порядка 60 виртуальных 3D-монументов. Переведено 20 эпитафий. Благодаря интернету часть надгробий можно изучить уже сегодня. Перед историками открылись большие перспективы изучения культурного наследия караимов, которые исчезают вместе с народом. Вот и многие памятники. Оцифровать и сохранить для истории уже невозможно. Часть из них разрушила время, над некоторыми постарались вандалы. Как, например, над могилой Исфирь Габай, участницы первой обороны Севастополя. Жаль, что не сохранилась могила, но я помню просто, где это было. И иногда мы ходим, наводим там порядок, потому что это память о других людях, которые не мои уже родственники, но это все равно память о народе, который уходит от нас совсем. Процесс оцифровки сложный и длительный. Чтобы получить план кладбища, потребовались тысячи фотографий. На это ушла неделя. Чтобы сделать снимки, зачастую необходимо скосить траву вокруг надгробия и убрать с него мох. В среднем только на фотосъемку памятника уходит от трех до семи часов работы. В зависимости от сложности и высоты надгробия. А после начинается процесс создания 3D-модели. Вот это фотографии. Вот если посмотреть, видите, вот это, вот как ходил человек с фотоаппаратом. И как он фотографировал объект с разных сторон. Вот этот объект сфотографирован в два обхода. Благодаря оцифровке выяснилось, что на кладбище караимов 14 типов надгробий. Среди них одно из самых древних – двурогая. На караимском языке звучит как бешик, в переводе – люлька. Обратите внимание на эпитафию. Она выполнена на древнееврейском – языке Библии. Есть на Севастопольском некрополе два так называемых безмогильных памятника. Один посвящен последнему священнослужителю караимского храма Кенассе Льву Бобовичу Товию, который похоронен в Египте. Второй – партизану Илье Юркевичу, который погиб в горах Крыма во время Второй мировой войны. Сегодня караимы Севастополя мечтают завершить оцифровку кладбища своих предков и создать сайт диаспоры. Он мог бы стать виртуальным музеем, где можно разместить не только 3D-модели памятников, но и оцифрованные книги, предметы быта, национальную одежду. Тогда узнать о культуре караимов сможет любой желающий из любой точки планеты. Марина Степанова, Михаил Волобуев, Новости XTV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова